Всем добра и позитива! Вас приветствует игровой канал Dillangay и я предлагаю посмотреть новое видео по игре OMSI 2. Сегодня мы с вами находимся на небольшой польской карте. Карта называется Nysa. Nysa это город в Польше, который расположен в юго-западной части страны. Площадь города составляет 27,5 квадратных километров. Население города чуть более 45 тысяч человек. На данной карте действует лишь только один маршрут автобуса. Но на самом деле, хоть маршрут один, но он довольно-таки очень насыщенный. И сегодня мы с вами поедем как раз-таки по этому единственному 28 маршруту на таком вот городском автобусе большого класса. Автобус у нас тоже польского производства. Это Solaris Urbina 18. Модельный ряд стартовал этих автобусов уже в 1999 году. Начали производиться модели вот этих вот замечательных автобусов. Изначально они производились на пару с автобусами марки Neoplan. Но потом уже компания Solaris стала развиваться самостоятельно. Автобус у нас имеет четыре открывающиеся двери. К сожалению, это ни русский нефас, где двери все открываются с клавиатуры. Здесь необходимо уже пробраться в кабину водителя. И вот таким вот ловким движением руки нажать на кнопку, которая позволит нам сразу открыть все четыре двери. Двери у нас такого планетарного типа. Все двери у нас открываются вовнутрь. Как и положено, во второй двери у нас расположен вот такой вот анкидной пандус, который служит для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли бы беспрепятственно попасть в салон данного автобуса. Также здесь имеется вот такая вот большая очень накопительная площадка. Здесь также оборудованы места для перевозки инвалидов. Моделька довольно-таки очень неплохая. Эти модели Солярисов идут как раз-таки с этой картой. Я не ошибся, я сказал именно правильно эти модели, потому что с этой картой идет очень много Солярисов. Там и Солярис Урбина 10, и Солярис Урбина 12, и Солярис Урбина 15, и Солярис Урбина 18. Их тоже очень большое количество всяких там разновидностей. Немножко чем-то друг от друга они отличаются. Как и положено, в хвостовой части автобуса расположен у нас вертикальный двигатель, что как раз-таки и делает этот автобус полностью вот таким вот низкопольным. На крыше автобуса у нас имеются открывающиеся люки. Да, к сожалению, только они в этой модели не открываются. Возможно, может там что-то у водителя кнопки какие-то нажимать, и откроется чего-то. Но что-то я пробовал, не нащупывал. Но как есть. По крайней мере, проштамповка люков имеется. Что ж, давайте перейдем в салон автобуса. Сразу, наверное, начнем мы рассматривать автобус с последнего ряда сиденьев. Вот как раз-таки мы на нем с вами и расположились. Рядом с мотором. Здесь, кстати, слышно отчетливо звук дизельного двигателя. Очень громкий звук. Но если мы с вами уже будем находиться в передней части автобуса, то, в принципе, звук двигателя будет где-то там, далеко. Учитывая, что длина автобуса составляет почти 18 метров. Вот вид из заднего окошка. Такие вот сиденья городского типа как раз-таки тоже окрашены в цвет автобуса. Сиденья не мягкие, жесткие, но как и положено для городских перевозок. Я считаю самое то. Вот у нас с вами место сочленения. Вот такая вот здесь так называемая гармошка. И, кстати, несмотря на то, что задняя ось у этого автобуса не поворотная, угол поворота довольно-таки очень большой у этого автобуса. Поэтому он будет хорошо проходить повороты. Хотя место, знаете, здесь не очень такое большое для разворота. Ныса, городок на самом деле небольшой. Поэтому, я думаю, здесь на маршруте трудятся не самые большие автобусы. Я думаю, здесь бы хватило бы Солярис с Урбина 12. Но я сегодня решил взять самый большой автобус вот в этой серии. Как видим, расположены кнопки для связи с водителем. Все функционирует, все работает. По бокам, как положено, расположены форточки для вентиляции салона. То есть, тоже все функционирует, все открывается. Так, с этой стороны тоже должны быть форточки. А, вот есть тоже. То есть, ну, никаких проблем с этим делом нет. Максимальная вместимость автобуса в час пик составляет 137 человек. В зависимости от комплектации пассажирам предлагается 46 посадочных мест. Но их может быть больше, может быть меньше. Но здесь можно взглядом со стороны кинуть рабочее место водителя. Здесь видим, что над рабочим местом водителя расположены такие полки, освещение его личного кабинета, путевой лист. Вот таким образом это все выглядит. Ну, переберемся на рабочее место водителя. Как видим, здесь все просто, знакомо. В общем, все по-другой находится у водителя. Здесь, как мы видим, мы с вами можем управлять воздушными потоками. То есть, дать теплый воздух, учитывая, если холодное время года, там, осень или зима. То есть, чтобы в салоне было бы уютно и тепло. Здесь мы с вами можем этим делом всем управлять. Имеется тоже такая вот сдвижная форточка. Открывается таким вот механическим путем. То есть, нужно приложить немножечко усилий. И форточка четко открывается и закрывается. Двигатель у меня уже запущен. Свет у меня тоже уже включен. В общем, автобус уже подготовлен у меня полностью к движению. Тормоза у меня тоже уже все прокачалось давным-давно. Вот наш с вами путевой лист. По времени маршрут занимает около 20-25 минут. Ну, в зависимости, как мы будем ехать, сколько мы с вами будем стоять на светофорах. Это уже полностью зависит от нас с вами. Блок-кнопка, которая отвечает за открытие и закрытие дверей. Автоматическая коробка передач. Ну, то, что актуально для городской среды. Что делает езду более удобной и комфортной. То есть, не надо отвлекаться нам на различные переключения. Вот так выглядит спидометр. Здесь также указана у нас с вами температура в салоне автобуса. Температура на улице. То есть, это суточный пробег у нас с вами. А, скорее всего, не суточный пробег. Это будет пробег автобуса. Получается, автобус у нас снова 11 километров только пробежал. А суточный пробег дневной вот этот вот получается будет. Вот здесь вот. Здесь также имеется бортовой компьютер. Сейчас указывает, что у нас все четыре двери открыты. Также мы можем посмотреть еще за другими показаниями, что здесь есть. Так, здесь у нас указывается температура. Скорее всего, да, это охлаждающие жидкости. Уровень топлива в баке тоже указывается. Так же здесь давление, по-моему, в контрах тормозной системы. Ну, мы уже видим, что все прокачалось. И мы с вами можем уже ехать. Так, здесь, скорее всего, это будет наклон платформы автобуса. То есть мы с вами можем опустить платформу автобуса и поднять. Но почему-то, к сожалению, ничего не происходит. Вроде бы на кнопку нажимаем, но ничего, к сожалению, не происходит. Здесь есть такая кнопка авто. Возможно, еще двери у нас будут автоматически открываться. К сожалению, со всеми кнопками я еще так не познакомился. Но по ходу движения, я думаю, побольше мы узнаем, что же прячут за собой вот эти вот различные кнопки автобуса, какие функции они несут. 12.10 уже на наших с вами часах. В 12.15 наше с вами отправление. Ну, сейчас давайте с вами будем закрывать двери. Слышим, что на польском языке что-то такое произносится. Увага, что-то типа такое. Наверное, скорее всего, что предупреждает осторожно. Двери закрываются. Еще выйдем наружу, посмотрим, как светит оптика. Так, габариты включены. Ближний свет фар. Сейчас попробуем сделать вот так. То есть, габариты одни с вами включаем. Это, скорее всего, также включаются дневные ходовые огни. Ближний свет фар. Дальний свет фар. То есть, видим тоже по левому борту. Это, если по ходу движения смотреть, габариты горят. По правому борту тоже у нас с вами габариты горят. Поворотники у нас как внизу, так и в верхней части автобуса. То есть, ну, классный современный автобус. Что ж, время уже наше с вами подходит. Давайте пробоваться разворачиваться как раз-таки вот в этом узком месте. Посадка за рулем. Ну, можно было немножечко, конечно, увеличить угол обзора. Этим я сейчас не занимался, потому что мы сидим довольно-таки очень близко к рулю. Зеркала я не вижу. То есть, какой-либо информации, что творится за пределами автобуса, я не вижу. Надо крутить головой, смотреть по зеркалам. Допустим, зеркало в салон я вообще его не вижу. То есть, если вот так вот ракурс камеры менять. И то, кстати, камера мне не позволяет увидеть зеркало, которое указывает, что творится у нас в салоне. Только вот таким вот движением я смогу увидеть, что творится у нас в салоне. Есть также здесь модели Солярисов, где стоит уже вот такой монитор здесь. И в салоне стоят камеры видеонаблюдения. То есть, смотря на монитор, мы можем уже понимать, что у нас происходит в салоне автобуса. Ну что ж, усаживаемся. Режим драйв. Так, нажимаем на тормоз. Нейтраль. Режим драйв. Сейчас будем пробовать разворачиваться. Немножко радиус побольше возьму. К сожалению, задняя ось у этого автобуса не является поворотной. Так как двигатель расположен как раз таки в хвостовой части. Ну, в принципе, угол поворота очень зачетный. Чуть-чуть я заехал на обочину и, в принципе, нормально, комфортно я повернул. Пассажир же думает, что он творит. Туда-сюда за ним ходить надо. Посадка пассажиров осуществляется, скорее всего, что в первую, во вторую дверь будет. Да. Ну, до первой двери, видно, пассажирам лень идти. Они все сразу во вторую решили щемануться. Ну, да, скорее всего, внимание, дверь закрывается. Только это по-польски звучит. Ну, я думаю, тоже не трудно догадаться. Ну, как я и говорил о том, что двигатель расположен где-то там, в хвостовой части. Его практически тут нам и не слышно. То есть, в принципе, даже никакой, знаете, там шумоизоляции такой уж и не надо. Никаких вибраций, ничего такого лишнего не ощущается. На самом деле, Солярисы динамичные автобусы. Вот эти модели, они очень характеризуют. Потому что на Солярисах мне тоже довольно-таки приходилось часто кататься. В школу раньше я на них ездил. И автобусы, на самом деле, показали себе, зарекомендовали очень с хорошей стороны. То есть, несмотря на его длину, действительно, учитывая очень хороший угол поворота гармошки, автобус хорошо проходит любые очень сложные повороты. Кажется, он неповоротливый, но на самом деле он очень маневренный автобус. Несмотря на его такие вот большие габариты. Неса-городок, вот этот польский, он на самом деле очень такой, знаете, так она будет переходить, переход. Да, давайте остановимся. Он очень старый город. По-моему, первое упоминание об этом городе было что-то в 10 веке. Вот здесь есть такое немножко сочетание старого города и, естественно, таких спальных районов современных. Ничего себе, какие машины здесь в трафике ежут спортивные. Поворотник надо включить. Так, почему-то сигнала я не слышу. У нас вот в Солярисах, если водитель включает сигнал поворота, такой характерный писк, звук такой гудит. Что ты понимаешь, что поворотник включен. Да, здесь как-то очень тихо. Ну, тоже слышно среди пассажиров. Польская речь. К сожалению, здесь в первую дверь к нам никто не зашел. Я думаю, тоже с нами поздоровались по-польски. Кстати, немножко выехали мы рано с вами. Вот сейчас должно было быть наше время отправления, но ничего страшного. Будем не спеша спокойно ехать и знакомиться с красотами города. Все равно даже спортивная машина от нас не очень далеко уехала. На светофоре ей пришлось остановиться. Вот как раз-таки горит зеленый сигнал светофора для правого поворота. Немного, конечно, не хватает. Тахометра мне. Звуковой сигнал, который извещает о том, что кто-то на следующей остановке хочет выйти. Тоже видим здесь такие польские баннеры. Яко едя! Вот слышим, как ругаются польские пассажиры. На мою не очень качественную езду на автобусе. На самом деле я средним мостом тоже задеваю бордюры, потому что мне хочется вплотную подъехать к остановке. Автобус на самом деле очень большой. В принципе, вместился я так довольно-таки неплохо, но очень далеко отъехал я. Мне кажется, такое ощущение, все-таки чувствуется габариты, что автобус большой. Я вот заехал, кажется, тележка где-то еще там моя. Карта эта очень довольно-таки, я бы хотел сказать, большая по объему. То есть весит она довольно-таки очень и очень много. Но на самом деле не стоит жалеть места на своем компьютере, если вы хотите поиграть на этой карте. Хоть один маршрут, но он очень интересный, очень живописный, очень атмосферный. Как видим, и промзоны присутствуют тоже на вот этой карте, на этом маршруте. То есть такое полное ознакомление вот с этим польским городком, который как раз-таки погрузился в атмосферу осени. Все-таки вот к габаритам вот этим автобуса я еще не привык. Но вообще очень мало на гармошках катаюсь, очень мало у меня обзоров про сочлененные автобусы. К ним надо приловщиться. Ну, видим, что разметка на дороге тоже отсутствует. Но дороги довольно-таки очень даже неплохие. Ну, в Польше дороги неплохие, только что не узкие, очень узкие. Ну, здесь есть такое вот место, есть такие вот ямки. Хотя не скажу, что автобус уж прям-таки так как-то трясет, шатает. Вполне комфортно себя чувствуем. И приятно, что в трафике тоже езживает старый Мерседес. Это, по-моему, 190-й Мерседес. Ну, все равно, в общем, как получается, как-то не крути, но остановки, знаете, узковаты для этого автобуса. Получается, даже если бы я вплотную подъехал бы, у меня все равно последняя дверь гармошки бы. Люди бы выходили бы там прямо в знак все равно на зеленую зону. Ну, то есть остановки просто не предусмотрены для вот этого вот большого автобуса. То есть, чтобы смотреть в зеркало, все-таки приходится вот так крутить головой. Видим, открывается такой пейзаж на многоэтажные дома, панельные. Тут, наверное, не знаю, пяти-девятиэтажки стоят. Ну, это, скорее всего, какой-то спальный район. А с правой стороны такие уже, знаете, дома довольно-таки постарее. Скорее всего, даже довоенные. Имеется заправочная станция. И, кстати, здесь можно заправиться газом. Потому что знак как раз-таки стоял. Там был еще зеленый значок. Это указывает о том, что здесь можно заправиться газом на этой заправке. Скорости на автобусе на самом деле даже не чувствуется. 60-ый дул очень спокойный. Даже не замечаешь, так на педаль газа давишь, а он все больше и больше набирает. Вот с правой стороны, скорее всего, у нас с вами торговый центр. И здесь также есть вот такой магазин Tesco. Очень тоже хорошая европейская сеть магазинов. Там, ну, в плане покушать, что-то такого купить. Очень так неплохие магазины. Нормальные цены. Вот, как видим, в Польше они есть. Ну, в Польше там больше у них этих, ихных местных магазинов с таким названием, как Бедронка. В принципе, по зеркалам можно не смотреть с городской чертиной. Нам должны уступать мышь автобусы, общественный транспорт. Нас должны уважать. Интересно, они, конечно, ругаются по-польски, но это еще не самые обидные слова. Здесь просто так люди возмущаются. Там, если бы Курова уже кричали бы, тогда да. Вот это было бы, конечно, обидно, бы слышать такое в свою спину. А здесь, кстати, тоже есть указатель, сколько посадочных мест в автобусе. Здесь 44 посадочных места и 105. Ну да, на самом деле 105, но максимальная вместимость сейчас в пик. Этот автобус может вместить 137 человек. На самом деле очень вместительный автобус. Да, я думаю, даже и больше. Там по европейским нормам каким-то мерится. Я думаю, в нашей среде намного больше набилось бы пассажиров в этот автобус. Ну то, что это 105 у нас? Газели столько могут перевозить. Так, будем ждать зеленого. Здесь нету какой-то дополнительной стрелки, такой зеленой, которая указывала бы на том, что мы можем с вами при сигнале красного светофора сделать поворот направо. Поэтому будем ждать разрешающего зеленого. Здесь тоже такие неплохие, кстати, виды открываются. Здорово смотрятся. Такие коттеджи, многоэтажные дома. Ну, в общем, на уровне все так сделано. В осень все так погрузилось. Вообще суперски смотрится. Да и, кстати, не скажешь, что ты даже находишься в Польше. Такие спальные районы, все как у нас. На самом деле, особенно в восточной части Польши там все так. Да и в восточной части Германии. Так, нам здесь в левую полосу надо перестраиваться. В восточной части Германии там тоже, в принципе, такие районы спальные. Можно подумать даже, что находишься в каком-то городе в России. Ну, только, естественно, там все немножко как-то так получше, поухоженнее все смотрится. Здесь красный горит. Подождем пока. Жалко, что больше нет никаких дополнительных светофоров на перекрестке, дублирующих, чтобы нам можно было бы следить за сигналом до светофора. Тут так не очень удобно крутить головой. Здесь, я так понимаю, для правого ряда у нас с вами все-таки в левом ряду стоим. Вот наш светофор. Он здесь сверху находится. Можем с вами ехать. А, ну, в принципе, мне можно было голову повернуть налево. У меня был бы виден этот светофор. Скорее всего, здесь по городу у нас бегут трамваи. Ну, трамваи в трафике я не видел. Но если, думаю, все будет хорошо, если авторы не забросят проект, карта будет развиваться, то, я думаю, возможно, что и какие-то трамвайные маршруты появятся на вот этой вот карте. Уважаю. Ждусь замкаем. Ну, вот здесь приглашение в Макдональдс посетить. Что здесь, 2 минуты или 2 километра будет написано. Обычно, зачастую, у нас так пишется, там, в 10 минутах находится там какой-то ресторан, либо кафе, либо что-то такое. Но здесь что-то тоже такое вот было. Почти в шаговой доступности вам доступен Макдональдс, ресторан Макдональдс. Уважаю. Ждусь за руками. Так, светофор зеленый пока горит. Я думаю, мы успеем с вами сделать с маневр. Уже оранжевый загорелся. Можно не торопиться. Все, мы успеваем. Все мы делаем по правилам. Остановка Школа. Конечно, очень сложно прочитать название. Пилсуцкегу. Пилсуцкегу. Уважаю. Жди с замками. Скорее всего, какая-то центральная часть города, потому что здесь так все аккуратненько сделано. Тротуар, брусчатка такой выложена. Вот, кстати, такой польский старенький микроавтобус, который называется Жук. Есть такие моменты, где карта местами подвисает. Чувствуются просадки по FPS. Но, скорее всего, я думаю, что будет много еще дорабатываться, оптимизироваться. Приятно, когда светофоры встречают с зеленым сигналом. Здесь ограничение скорости 70 км в час. Субтитры создавал DimaTorzok. Круто вообще так смотрится. Все в осень, золотую осень погружается. Ну, вот, добавил бы дождя сюда все это грязь, это все. Уже не так бы это атмосферно, конечно, смотрелось бы. Как-то машин за нами еще много ехало. Он наконец-то с зеленым заговорился, пока я рассматривал здесь автомобили, которые бегают в трафике. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, я на кнопку понажимал. Надо было один раз нажать, достаточно было бы этого всего. Вот такие остановки, кстати, очень хорошие. Чисто прямой такой участок дороги. Просто подъезжаешь к бордюру и все. Здесь уже автобус очень хорошо так вмещается. То есть пассажир уже выходит на тротуар, на асфальтированную часть. А не то, как получается, на этих узких остановках. Так, здесь нам надо аккуратно перестроиться в левую полосу. И едем прямо. Такие машины американцы, какие-то доджи различные ездят. Здесь асфальт снят. Ремонт дороги у нас. Поедем под такой грунтовки. Тоже, по-моему, скорость увеличивать не дает обогнать. Сейчас бы, думаю, пассажиры аплодировали. Нет, они говорят, как ты едешь. Ух ты, слушайте, вот говорят, что физика на грунтовке другая. Вот сейчас затормозило. Мне так конкретно начало вести в сторону. То есть многие говорили, читал, что физики на грунтовке здесь нету. Едешь как по асфальту. На самом деле, я сейчас резко на тормоз нажал. Тут довольно-таки хорошо мне понесло. Ну, слышно, когда резко на тормоз давишь, что работают всякие ESP, ABS срабатывают. Тоже такое не самое большое место. Такой маленький пятачок, на котором нам надо развернуться. Это наша с вами конечная остановка. Тоже здесь так выложено все. Брусчаткой такой. Так, надписи какие-то есть. Полска что-то написано. Так, ну хочется вместиться аккуратно, хоть на конечной остановке. Сейчас я двери открою, выпущу пассажиров всех. Ну, как-то удалось мне вывернуться, но честно, еле-еле я вместился здесь. Так, что здесь написано вообще? Полска для поляков. Полска для поляков написано что-то такое. Познакомились, посмотрели, как все это выглядит. Не знаю, насколько эта карта реалистична. Насколько она олицетворяет сам городок Ныса. Но, в принципе, смотрится все очень и очень неплохо. Желаю развития этому проекту, чтобы на карте появлялись новые маршруты. Потому что выглядит все действительно очень хорошо. Как-то, знаете, живо, интересно. Хочется ехать, хочется смотреть, хочется исследовать. Огромное всем вам спасибо тем, кто будет смотреть это видео. Проявляйте свою активность. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.